урок 5 последний кантерова теория множеств все что было до кантора и все что было после кантора это просто реально разные миры сам кантор говорил что он не понимает ничего в своем собственном доказательстве это вообще так сказать иллюстрация к тому насколько математика она как бы вот она вот это сознание наше она расширяет до бесконечности сразу но собственно речь пойдет о бесконечности но прежде чем мы о них будем говорить я приведу два странных утверждения первое такое критянин критянин какой-нибудь там даксиадис заявил все критяне всегда лгут может ли это утверждение быть верным если бы оно было верным значит любой критянин в любой момент чтобы он не говорил он выбрал но тем самым этот конкретный даксиадис в этот момент должен был соврать то есть если бы он сделал верное утверждение то тогда он это же утверждение было бы у него неверным понятно да то есть как бы мы приходим просто к противоречию с тем что он сделал верное утверждение поэтому утверждение сделанное критянином даксиадисом что все критяне все лгут является автоматически неверным вот пока вы об этом думаете я приведу еще одно утверждение такое бородобрей города санкт-петербург бреет всех кто не умеет бриться сам вопрос бреет ли он себя если он не не умеет бриться сам то он должен по идее себя брить но тогда получается как это он не умеет бриться сам и он себя бреет уже оксиумарон да это не может быть не может себя брить не умея брить бриться сам да хорошо а если он себя не бреет тогда что что тогда верно ну думайте а мы значит делаем следующее мы рассматриваем множество натуральных чисел ну давайте его начинать с единицы хотя конечно можно и с нуля и сейчас мы обнаружим что в множестве целых чисел ровно столько же чисел сколько натуральных как это спросите вы что за бред когда в целых числах есть все отрицательные то да 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 минус 3 минус 2 минус 1 0 а дальше пошли все натуральные да то есть целые числа явным образом является расширением натуральных а я утверждаю что в них одинаковое число элементов так вот дорогие друзья есть такая игра игра заключается в том что если между двумя множествами какими-то установлено взаимно однозначное соответствие то есть биекция если существует биекция из множества а множество b биекция вот так иногда обозначает потому что ну как бы потому что это означает что фи в минус 1 существует отсюда сюда вот видите какой полин дрон чик да есть существует фи из а в б которая из биекции фи в минус 1 является обратной к ней то мы говорим что в них одинаково число элементов но это довольно естественно если вы завели школьников в класс посадили их на стулья и выяснилось что некоторые стулья свободные школьники все сидят на стульях по одному то школьников как бы меньше до чем стульев если вы завели школьников классы рассадили их по стульям ну а как бы некоторые остались стоять и стульев не хватило то мы говорим что школьников больше чем стульев а если вот ровно все в точности все школьники сели на все стулья все стулья заняты школьников нет мы говорим что школьников столько же сколько стульев и можно как бы это просто объяснить так что мы взаимооднозначное соответствие до установили вообще количество это и есть формализация того что как бы между множеством начального ряда натуральных чисел и данным, есть взаимнозначное соответствие. Мы пересчитали элементы какого-то множества с помощью какого-то начального отрезка натуральных. Ну и вот математик перешагивает через бесконечность в этом месте и говорит, бесконечное множество тоже можно попробовать друг с другом поставить взаимнозначное соответствие. Отель Гильберта. Бесконечное количество математиков. Сели в... Приехали на конференцию. Бесконечное количество математиков. Кстати, супер утверждение которое вчера пошел в интернете имеет глубоко математическую структуру конференция посвященная коронавирусу отменилась из-за коронавируса я когда это увидел я покатился со смеху это конечно типичный случай так сказать вот такой вот просто математика ворвалась в нашу жизнь через это утверждение короче поселились бесконечное количество ученых по номерам бесконечного в ту сторону отеля гильберта и вдруг приехал еще один ученый сам гильберт и говорит эй братва потеснитесь куда мы потеснимся так ты давай отсюда вот сюда и дал ему пинка гильберт такой был жесткий дядька дал пинка тот пришел к этому и ты ты вот тут все по крутости данный гильберт самый крутой остальные по крутости ну ты и менее круто чем я иди отсюда тот пошел выгнал этого ну и короче как сказки там про то как кто-то поддал собачку собачка гуся гусь никого не поддал ему было жалко кого-то поддавать но вот здесь до бесконечности они друг друга поддают ну и вот пожалуйста получилось что мы для гильберта место нашли то есть мы переселили их всех строго на единицу вправо и от этого ничего не изменилось да то есть все занимают все клетки и гильберта место опростали тут местечко ну и вот собственно по этой же схеме мы сейчас установим соответствие между n и z а именно мне нужно перечислить вот эти вот все числа с помощью номеров n ну я что делаю это будет первый это второй это третий это четвертый это пятый ну там можно формула написать что фи от фи от n равно значит 2n 2n ну-ка посмотрим каким на у меня значит первый элемент это 0 до первый элемент это 0 а мне нужно делить наоборот на 2 да но n минус 1 тогда наоборот n минус 1 вот скажем n минус 1 пополам да со знаком плюс мы берем n минус 1 пополам вот единица переходит в ноль да тройка переходит в единицу пятерка переходит в тройку да так это если n нечетная ну а соответственно n пополам со знаком минус если н четная вот вам пожалуйста прекрасное отображение строго описанное по законам каждому натуральному числу соответствует одно и только одно целое все целые перечислены разным натуральным соответствует разные целые идем подряд до нечетные переходят в положительную часть не отрицательную часть целых чисел четные в туда налево идут взаимно однозначное соответствие упражнение написать формула обратного отображения тоже так вот как бы через случай как-то да тут наверное начинается раздумья да как же рациональные это числа но рациональные числа оказывается тоже существует взаимно однозначное отображение между рациональными и натуральными вот в обратную сторону x минус 1 тоже существует вот ну чё как мы это сделаем ну сделаем это так давайте рациональные числа все поместим ну можно между положительными отрицательными по той же схеме можно потом свернуть в общем разместим все положительные рациональные числа вот в эту четверть следующим образом каждому числу m разделить на n будем ставить соответствие точечку с целыми координатами m и n то есть m разделить на n ставится соответствие вот такая вот точка но вы меня спросите а как же если 2m делить на 2n там же еще одна точка да будет еще одна то есть получается что одно и то же рациональное число многими разными точками задается до многими но давайте возьмем самую ближайшую к нулю то есть для каждого рационального числа берем несократимую дробь m разделить на n и ищем соответствующую точку тогда будет в точности соответствие между некоторым количеством точек на сетке да на сетке целочисленной сетки и множество рациональных чисел то есть мы соответственно теперь видим рациональные числа как подмножество узлов целочисленной сетки положительного квадранта ну а теперь вообще как бы расплюнуть все их перечислить то есть это первое это второе это третье вот таким бустер фидончиком 4 5 6 7 вот так берем все перечислили все по очереди а чтобы собрать урожай состоящий только из всех рациональных чисел мы просто перечисляем не все подряд точки а только те точки в этом бустер фидончике который которые обозначают рациональные числа ну вот так идем 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 первое попалось о номер один будешь номер два будешь номер три так как разные точки соответствует всегда разным рациональным числом то у нас получилось аккуратное перечисление всех рациональных чисел вы не представляете себе насколько далекие последствия математические у этого результата ведь на самом деле это означает что на вещественный прямой рациональные числа они же ну они всюду да всюду это называется всюду плотны они всюду встречаются там если ты шагаешь шагом по одну миллионную то у тебя в районе каждой точки там в окрестности меньше чем 1 миллиона попадает какая-то миллионная доля там какого-то целого числа поэтому рациональные числа они как бы вот вот всюду вообще куда ни плюнь там огромное количество вокруг рациональных чисел ну и вот оказывается что мы все их можем перечислить все до одного и последствия просто неимоверные в частности это из этого следует что рациональные числа имеют так называемую меру ноль или иными словами встречаются бесконечно редко среди всех вообще чисел напрямую а почему я так сказал а потому что опа проблема все числа неравномощны натуральным неравномощны натуральным и вот это так сказать если шок был первый шок для нормального человека что целых чисел столько же сколько натуральных следующий шок что даже дробей столько же но он уже как бы воспринимается как следствие этого шока и дальше голова пытается ну сказать что ну наверное вообще тогда всех их одинаково но если бесконечное множество то она одинаковая да неважно сколько в нем элементов любое бесконечное множество но наверное может быть перечислено так вот нет нельзя перечислить все вещественные числа это немножко сложнее и в нашем начальном курсе это утверждение доказано не будет но я докажу утверждение из которого данное может быть выведено не очень сложно а именно я докажу теорему кантора наверное самая перевернувшая математический мир теорема вообще теорема кантора звучит так никакое множество не является равномощным ну то есть не может быть установлена взаимозначенного соответствия с никакого множества с его множеством подможеств всех вот вот такое утверждение сейчас я его сформулирую абсолютно строго и докажу все мы готовы к подвигу теорема кантора пусть а какое угодно множество конечное бесконечное неважно любое множество тогда множество 2 в степени а ну это нужно объяснить да что это означает то есть множество всех п поднимутых лежащих а то есть всех под множество множество мы перечисляем все подряд пустое поднишество потом все одноэлементные не перечисляем а просто говорим что есть да в нем внутри этого 2 в степени а все там двух элементные все бесконечные разного рода там короче любое дали а любой признак который выделяет под множеству под множество это как бы какой-то признак там например четные числа это что это просто Reidot hours 46 тогда ее натуральных числах Простые числа, да, это тоже подно, что там натуральных чисел соответствующего вида. Так вот, утверждение стоит в том, что множество 2 в степени а не равномощно а. Равномощно, это как раз означает, что в нем такое же количество элементов, иными словами, что существует взаимнооднозначное соответствие между ними, отображение функции, да, функции из а в 2 в степени а, функции, отображение, все синонимы. Отображение из а в 2 в степени а, которое каждому элементу а ставит соответствие какое-то подмножество здесь, разным элементам ставит соответствие разные подмножества, и для любого подмножества есть элемент, который ему соответствует, да, вот при этом функциональном соответствии. Итак, теорема Кантера утверждает, что если а любое вообще множество, Тогда вот это множество неравномочное а, то есть не существует такого φ из а в 2 в степени а, для которого, соответственно, существует φ минус 1. Вот не существует вот этой конструкции, не существует вот этой вот конструкции двусторонней. Доказательства от противного, естественно. От противного пусть есть такое, пусть есть φ и φ в минус 1 связаны этим соотношением. То есть φ каждому элементу множества ставит в соответствие какое-то подмножество, разным элементам ставят разные, а φ в минус 1, соответственно, показывает, что любому подмножеству при этом отображении какой-то элемент здесь соответствует. То есть подмножество, а здесь элементы. Так вот, пусть такое отображение есть. Тогда повторюсь еще раз на всякий случай, что это означает. Это значит, что какой бы элемент здесь ни взять, ему соответствует какое-то подмножество. И какое бы подмножество здесь ни взять, какой-то элемент соответствовал именно ему. И это именно взаимно однозначно. То есть разным-разным. Тогда, если такое отображение на самом деле есть, тогда рассмотрим подмножество b внутри а, которая задана следующим признаком. Подмножество b, состоящее из таких b, что b не принадлежит φ от b. b не принадлежит φ от b. То есть, иными словами, мы рассматриваем один за другим все элементы множества. Ну, просто берем произвольный элемент из множества. Ему должно соответствовать подмножество. Ну и, естественно, можно спросить, содержит это подмножество вот этот вот свой, да, элемент, которым оно названо. Или не содержит. В принципе, может содержать, может нет. Почему? Тут нет никаких условий, что каждый элемент переходит в то подмножество, которое его содержит. Вовсе нет. Иначе бы пустое множество, например, ну, как бы, ничему бы не соответствовало, да. Ну, вот смотрите, например, пустое, да, множество, пустое множество, оно же тоже каким-то элементом названо. Вот этот элемент, он уже, очевидно, ему не принадлежит, значит, он принадлежит b, да. То есть, тот элемент из а, которому соответствует пустое множество, он принадлежит подмножеству b. Ну а какие-то могут не принадлежать. Если, например, мы с натуральными числами этот фокус проворачивали, то, соответственно, натуральным числам должны соответствовать подмножество натуральных чисел. И если, например, номер подмножества всех простых чисел оказался равен 13, то это конкретное число 13 принадлежит своему подмножеству, потому что 13 это простое число, да, оно лежит во множестве фи от а, да, фи от 13 это все простые числа, но 13 тоже простое. То есть бывает и так, и так, ну, вообще говоря, да, вообще мы доказываем-то вообще, что всего этого не бывает, но я имею в виду, что априори может быть два варианта. Хорошо, рассмотрим. Далее, существует D, такое, что фи от D равно B. Ну, в самом деле, любому подмножеству соответствует какой-то элемент, да, он, каждое подмножество помечено каким-то элементом. Есть фи в минус первый, то есть D это фи в минус первый от этого B, да, то есть тот элемент, который как раз соответствует этому подмножеству, состоящему из таких B, что они не принадлежат фи от B. Вопрос, D принадлежит, D, вот этот вот элемент D, он принадлежит B или не принадлежит B? Понятно, что, возможно, только один из двух вариантов, либо D принадлежит этому своему подмножеству B, либо D ему не принадлежит. Третьего, ну, не дано, да, либо ты там, либо ты не там. Но смотрите, если D принадлежит B, да, если D принадлежит B, то это означает, что D, он как бы не удовлетворяет вот этому признаку, да, неверно про него, того, что он принадлежит, что он не принадлежит своему собственному подможеству, да, то есть D принадлежит B, означает, что D принадлежит фи от D. Но тогда неверно, что D не принадлежит фи от D, а значит, D не входит в множество всех, которые этим признаком определяются. Значит, если D принадлежит B, то из этого следует, что D не принадлежит B. Боже, что за бред. Но это совершенно логически строго выведено. Если D принадлежит B, значит это неверно, и D не принадлежит B. А если D не принадлежит B, тогда он отлично устраивает множество B, потому что B состоит как раз из таких элементов, которые не принадлежат своему. Значит, если D не принадлежит B, то D подходит под определением множества B. Поэтому D принадлежит B. Мы привели к противоречию оба случая. D принадлежит B и D не принадлежит B. Тем самым мы в принципе провели к противоречию то, что можно было всю эту конструкцию строить. А всю эту конструкцию строить можно было в том случае, если существует такое взаимнозначное соответствие. А значит, его не существует. Всю оставшуюся жизнь вы должны осознавать эту потрясающую теорему. Кантер вот утверждал, что он ее не понимает. Дерзайте, попробуйте вместо него ее понять. На этом принципы математического мышления завершаются. Продолжение следует...